Добрый день, уважаемые друзья. На самом деле, мне очень приятно, что меня и в моем лице специалистов нашего отделения пригласили выступить и представить такие основные, ну, конечно же, не те, которые мы докладываем на научных обществах, в своем профессиональном кругу, а, может быть, максимально, не упрощенно, а максимально популяризационно донести те сведения, которые имеются в настоящее время в отношении иммуно-онкологической области лекарственного лечения злокачественных опухолей. Ну, на самом деле, мы в этом году все очень радовались, специалисты, занимающиеся лечением с использованием иммуно-онкологических препаратов, вот такому достойному признанию успехов специалистов, которые впервые подошли к истокам иммуно-онкологии современной. В принципе, первые работы велись и в 70-е, и в 80-е годы, и они увенчались таким клиническим успехом, который мы уже видим на протяжении последних нескольких лет. То есть, на самом деле, это прорывное событие в онкологии, в лекарственной терапии злокачественных опухолей, внедрение такого мощного направления, которое, безусловно, будет только развиваться в дальнейшем и, наверное, все больше и больше вовлекать все больше и больше злокачественных опухолей, инзологических форм, и смещаться на все более и более ранние стадии. То есть, наверное, с помощью вот этих методик, которые разработаны над двумя достойнейшими учеными, мы видим их имена и их фотографии, ну, наверное, они внесли, ну, сильно, такую достойнейшую лепту в наше общее дело, да, в дело борьбы с такими серьезными заболеваниями, о которых мы говорим. Ну, в принципе, иммунотерапия, здесь часть слайдов и часть презентации, это наше совместное, скажем так, представление нашего отделения, в частности, Алексей Викторович Новик, мы знаем, это действительно один из ведущих специалистов в области иммуно-онкологии и лекарственной терапии злокачественных опухолей, поэтому часть слайдов предоставлена Алексеем Викторовичем и, ну, действительно, это представление такого нашего общего опыта клинического и общих таких вот наших мировоззрений. Иммунотерапия – это вообще одно из, наверное, самых ранних вообще видов лечения злокачественных опухолей, поскольку и в античных источниках, и в более поздних средневековых источниках были описаны случаи, когда такие вот злокачественные опухоли, но они и раньше расценились как злокачественные, ну, как правило, локализующиеся на все-таки на видимых участках тела, они могли регрессировать, могли значительно уменьшиться после каких-то воспалительных реакций, да, после активного явного воспаления с лихорадкой и так далее. То есть происходил такой запуск местного иммунитета, который приводил к, ну, условно, самоизлечению или, по крайней мере, какому-то контролю над таким местным злокачественным процессом. В частности, вот известный, ну, даже канонизированный, святой, средневековый, у него вот описано случай самоизлечения опухоли нижней конечности на фоне как раз-таки таких вот инфекционного процесса местного. То есть, в принципе, можно сказать, что это старейший метод лекарственной терапии опухолей, и основной смысл иммунотерапии – это помочь собственной иммунной системе бороться с опухолью. То есть здесь единственное, наверное, такое направление современной лекарственной терапии, когда мы не вводим ядовитые вещества к полихимиотерапии, мы не вводим какие-то, ну, молекулы, которые влияют на какие-то этапы биологии опухоли, да, мы разблокируем собственную иммунную систему, потому что, в принципе, иммунная система обладает способностью и активироваться, да, при любом процессе, при инфекционном, каком бы то ни было, и в то же время у нее есть в норме собственные подавляющие механизмы. Для чего они существуют? Мы знаем, что есть целый раздел аутоиммунных заболеваний или лимитологические, может быть, вы слышали, болезни, когда организм начинает вырабатывать иммунную систему, начинает вырабатывать антитела, то есть такие вот следствия борьбы против собственных клеток. Развиваются системные волчанки, развиваются артриты и так далее. То есть здоровые суставы, здоровые мышцы своей собственной иммунной системой поражаются. И вот чтобы этого в норме не было, для этого в иммунной системе есть специальные механизмы торможения, механизмы блокировки, которые существуют в норме, еще раз повторю. И, к сожалению, во время развития опухолевого процесса, я говорю несколько схематично, но чтобы действительно было максимально понятно, когда развивается процесс опухолевый, то, к сожалению, иммунная система включает механизм блокировки или опухоль запускает механизм этой блокировки. И в итоге иммунная система перестает распознавать опухоль, и таким образом развивается уже бесконтрольно опухолевый процесс. И, в принципе, иммунотерапия, о котором мы говорим, направлена на то, чтобы снять этот блок, чтобы снова разблокировать иммунную систему. И таким образом она снова начинает активно работать против этих патологических клеток. То есть работают не чужеродные лекарственные препараты, которые мы вводим, а собственная иммунная система. Ну вот также Алексей Викторович очень образно подобрал две репродукции о старых и о новых представлениях в отношении иммунной системы. Раньше мы считали, что иммунная система – это просто страж здоровья, который должен защищать от всего, чего угодно. И до сих пор, в принципе, и многие врачи, и тем более пациенты, когда сталкиваются впервые с заболеванием, родственники пациента спрашивают, а что нам сделать, чтобы поднять иммунитет? В принципе, иммунитет, который мы считаем такой обыденный наш иммунитет, он работает. Мы с вами также или болеем, или не болеем вирусными инфекциями, есть у кого-то злокачественная опухоль, у кого-то нет. Но все другие виды иммунитета, противоинфекционный иммунитет, он работает. Здесь, к сожалению, блокируется только противоопухолевый иммунитет. И именно на него нужно очень тонко воздействовать с помощью тех методик, о которых мы говорим. И поэтому сейчас уже иммунная система – это не такой вот просто один страж, который обеспечивает защиту организма от всего, чего угодно. Это целая система различных молекул, различных клеток, которые взаимодействуют между собой, которые активируют, часть которых активно, часть из них покоится, часть из них находится в стадии активации, часть из них подавлена чем-то, часть из них продуцирует что-то, что борется или что, наоборот, запускает какие-то патологические процессы. То есть это целая особая биологическая система в пределах нашего организма, которая работает по своим очень сложным механизмам. И, конечно же, мы знаем, наверное, только вершину айсберга в настоящее время. И слава богу, что мы узнали хоть малую толику из того, что можем узнать, и уже можем это использовать в нашей клинической практике на благо, на здоровье наших пациентов. Ну, в принципе, тоже такая вот научная картинка, но она более-менее понятна. Здесь как раз-таки те этапы, которые проходят организм и опухоль в процессе своего взаимодействия. Когда опухоль только, или опухолевые клетки только зарождаются в организме, да, в результате мутации каких-то генетических и так далее, то, как правило, иммунная система может их элиминировать, то есть уничтожить. В дальнейшем, ну, происходят как раз-таки вот те патологические механизмы со стороны опухоли уже, направленные на притормаживание или на торможение иммунной системы. И в этом случае уже опухоль, к сожалению, набирает силу, иммунная система как-то справляется, и процесс такой равновесия, да, когда вот, ну, как-то иммунная система еще контролирует процесс. И потом, к сожалению, происходит процесс ускользания, когда уже, к сожалению, механизмы опухоли, направленные против собственной иммунной системы, они уже превалируют, и опухоль, к сожалению, становится бесконтрольной. И вот, к сожалению, мы видим клиническое проявление заболевания уже вот на этой стадии, когда уже, к сожалению, иммунная система и организм уже не контролируют процесс. И в этой ситуации мы как раз-таки должны попытаться вернуть все вот вспять, То есть снова заставить иммунную систему распознать эти чужие клетки и снова начать с ней бороться. Здесь, в принципе, также не нужно в это вникать, но это как раз те этапы взаимодействия, те этапы активации иммунной системы или реактивации иммунной системы, на которые мы сейчас можем воздействовать. Это вот на самый первый этап, когда в норме иммунные клетки активируются при контакте с любым чужеродным агентом, в том числе с опухолевой клеткой, они активируются в лимфатическом узле. Здесь действует одна группа иммунных препаратов, например, эпилимумаб. И уже процесс, который реализуется уже непосредственно при контакте с лимфоцитом. Мы знаем, что лимфоциты – основные клетки защитные, которые борются с клетками опухоли. Вот здесь уже с непосредственно опухолевой тканью. Здесь тоже мы можем снять этот блок с помощью специальных лекарственных препаратов. В принципе, на слуху это неволумаб, пембролизумаб, и статичный препарат BCD-100. Пока не могу еще запомнить его название, потому что название сложное в онкологии этих препаратов. Поэтому часто мы знаем их по основным генетическим названиям – отечественным препаратам, которые синтезируются отечественной фирмой Биокат. Здесь тоже можно снять блок и снова восстановить подавляющее действие иммунной системы на опухолевую клетку. Здесь опять же те термины, которые используются в науке, в иммунологии, в онкологии, для того, чтобы обозначить те клетки, которые присутствуют и работают в иммунной системе. А вот здесь Алексей Викторович очень легко сформулировал, как можно их назвать на обиходном, на понятном языке. Это различные функционирующие клетки. Одни из них обеспечивают просто защиту, это армия или солдаты. Некоторые из них высоко специализированные войска или спецназ. Некоторые из них контролирующие функции выполняют, полицейские условные. Некоторые клетки являются клетками памяти или клетками обучающими, учителя или чиновники. То есть, на самом деле, список можно продолжить, как и в нашем обществе людей. Наверное, в иммунной системе есть, может быть, даже больше различных позиций, которые выполняют те или другие иммунные клетки. И, на самом деле, методов воздействия сейчас, кроме того, той иммуно-онкологического направления, о котором мы говорим, это блокаторы иммунных точек контроля, есть огромное множество. И вы, наверное, тоже знаете, что в нашем институте используются и методы вакцинотерапии, и использование различных других методов коррекции. То есть, воздействие на иммунную систему может производиться с разных путей или механизмов. Ну, вот одно из направлений, о которых мы говорим сегодня, это как раз-таки ингибиторы иммунных точек контроля. И список, перечень опухолей, которые уже доказаны, отвечают, уменьшаются, да, их проявления на фоне действия вот этих препаратов, о которых мы говорим сегодня, блокаторов иммунных точек контроля, он все больше и больше увеличивается. Если раньше мы говорили только о пигментной опухоли, о меланоме, да, то потом буквально как снежный ком, да, слава богу, что нарастает, как снежный ком нарастает число тех опухолей, которые отвечают на иммунную терапию. Это уже и опухоль легкого, это уже и лимфопроливативные заболевания, лимфома Ходжкина, это и опухоль почки, и опухоль мочевого пузыря, и печень, и так далее. То есть, действительно, список увеличивается, и, в принципе, уже онкологи в профессиональном сообществе уже считают, что скоро опухоли будут просто называться, но PDL, это как раз тот механизм действия, на котором действуют иммунные наши препараты. Ома, это английское слово, латинское от слова опухоль, да, может быть, саркома и так далее. И скоро все опухоли будут просто называться вот PDL-омами, да, то есть, в принципе, те опухоли, которые, независимо от того, где они развелись, они будут просто отвечать или не отвечать на влияние этих препаратов, направленных на, в частности, на PDL-1. Поэтому, например, уже опухоли отмечены таким вот более оптимистичным зеленым цветом, опухоли, в отношении которых уже доказана эффективность препаратов этой группы. Ну, а эти опухоли, они продолжают еще исследоваться, и, скорее всего, часть из них будет также смещаться в группу чувствительных к данным иммунным препаратам злокачественных новообразований. Почему этот список, он не может сразу быть сейчас, грубо говоря, зеленым, да? Для этого нужно провести клинические исследования. То есть, буквально мы доказали, что при одной опухоли препарат эффективен. Для этого должно пройти все-таки, ну, какое-то время, да, набрать группу препаратов, провести лечение, сравнить, оценить и так далее. То есть, проходит, ну, несколько месяцев или несколько лет. И тем более препараты этой группы, они в настоящее время очень, так называемые, ускоренная регистрация. То есть, настолько, если мы видим, что эффект очень быстро реализуется, и видно, что пациенты уже с момента, с начала терапии получают очень большую пользу, то уже данные препараты могут довольно быстро быть зарегистрированы как стандарты и уже войти в такую рутинную практику. Поэтому, на самом деле, вот испытания в отношении многих других опухолей, они проводятся сейчас параллельно во всем мире очень активно. И, на самом деле, мы, наверное, уже каждые, ну, каждые полгода точно, может быть, даже и чаще, мы видим сообщение, что тот или другой препарат расширил свои показания, включена новая опухоль, которая отвечает на терапию. То есть, ну, в принципе, действительно это, мы переживаем такие вот счастья, такие вот очень позитивные события в плане таких успехов иммунотерапии. Ну, и принципы, которые характерны для применения данных видов иммунотерапии, это понятие универсальности. Да, действительно, это универсально. То есть, мы используем один препарат, который работает при многих опухолях. Если вы раньше были на приеме у химиотерапии, то, наверное, вам говорили, вот при опухоли молочной железа работают одни агенты, да, при опухоли кишки работают другие препараты, химиопрепараты, например. То есть, в принципе, была довольно такая специализация для химиопрепаратов в отношении тех или других опухолей. Здесь же мы используем один и тот же препарат, гибитор PD-L1 или гибитор PD-1, PD-L, и он работает и при опухоли желудка, и при опухоли кишки, и при опухоли легкого и так далее. То есть, действительно, здесь же, потому что мы влияем не на опухоль, как таковую, а на иммунную систему. А клетки иммунной системы, они как раз-таки разблокируются с помощью вот этого известного антитела. Поскольку мы говорим все-таки о том, что мы вводим неповреждающее вещество, как при химиотерапии, да, там мы вводим, мы знаем, что мы вводим токсическое вещество, которое тормозит развитие опухолевой клетки и довольно быстро реализует свой эффект. То есть, обычно мы, вводя химиопрепараты, говорим пациентам, что через 2-3 недели мы должны отметить, если препарат хорошо эффективен, мы должны отметить уменьшение размеров опухоли. Для иммунотерапии, как правило, временной интервал должен быть больший. То есть, мы должны ожидать, эффект может реализоваться через месяц, через полтора месяца. То есть, иммунная система должна вновь заработать. То есть, для этого необходимо время. Хотя, очень часто, зачастую, мы видим и при довольно быстрых эффектах, и мы тоже, вот некоторые у нас есть наблюдения клинические, о том, что буквально в течение, там, ближайших, там, недели, двух, недель, трех недель эффект уже может реализоваться. Что тоже характерно для этих групп препаратов, это длительность и устойчивость эффектов. Грубо говоря, если мы уже иммунную систему позволили ей снова работать, она уже просто работает. У нее нет механизмов, скажем так, у нее она разблокирована. И поэтому тот эффект, который она достигла, она уже, она просто уже находится в рабочем состоянии, она контролирует опухолевый процесс. Поэтому здесь эффект, он уже длится буквально месяцами, годами и так далее. И, в принципе, те работы, которые начались, они начались уже в начале 2000-х годов, в отношении этих препаратов, уже многие пациенты прослежены на протяжении вот этих 10 лет, которые прошли с момента первых исследований. И довольно большой процент пациентов, на самом деле, большой процент пациентов живы, то есть они считаются излеченными. Мы знаем, что 3 года, 5 лет это процесс, в то время пациенты считаются излеченными от многих опухолей. И здесь мы говорим уже о 10-летней выживаемости без признаков заболевания. То есть, в принципе, иммунная система этих пациентов, она реактивирована, и она работает, и она контролирует процессы, обеспечивает излечение от тех или других злокачественных опухолей. И, конечно же, вот то, о чем уже Синна Викторовна Юлина говорила, о том, что очень большой раздел иммуноонкологии – это спектр особых осложнений. Иммуноонкологические осложнения, они не похожи ни по механизму действия, ни по своему проявлению, ни по своему лечению на те осложнения, которые бывают при проведении химиотерапии или гормонотерапии. Поэтому пациенты, которые получают иммуноонкологические препараты, они, конечно же, особым образом должны быть информированы, особым образом должны быть, в принципе, они должны просто… Почему и важно, чтобы пациенты понимали смысл, механизм развития этих осложнений, потому что они понимают, на что обращать внимание, и как быстро нужно контактировать с врачом, как быстро необходимо, скажем так, вовремя прервать эти осложнения, чтобы они не достигли очень такого, ну, скажем так, неприятного, высокого или неприятно серьезного уровня, когда уже сложно бороться с их обратным развитием. Ну, здесь тоже Алексей Викторович представил действительно такие вот слайды, которые используем мы как специалисты. Но я думаю, что они действительно достаточно понятны. Как раз препараты вот этой группы, о которой мы говорим, это неволумаб или комбинация неволумаба или эпилюмаба, или то же самое будет для пембролизумаба, то есть для иммунных препаратов. Вот характерен по срокам развития эффекта, вот необходимо все-таки время, да, чтобы эти эффекты реализовались. В отличие, например, от так называемых таргетных препаратов, тоже мы знаем, что при некоторых опухолях используется молекулярно направленная терапия, здесь эффект реализуется очень быстро. И, как правило, он быстро реализуется у большинства пациентов. И в ближайшее время. Для иммунных препаратов все-таки характерно, вот это вот, то, что я говорила, необходимый временной интервал, чтобы иммунная система, грубо говоря, заработала. Но в то же время, вот смотрите, как длительные периоды пациенты живут при достижении эффекта уже длительное время без признаков заболевания. Здесь уже 2 года, 3 года, 4 года, в принципе, уже пациенты прослежены на протяжении 6, 7, 10 лет, как я уже говорила, при некоторых злокачественных опухолях. И эти пациенты, да, пускай это будет треть пациентов, но это пациенты, которые излечены полностью от заболевания. Поэтому мы с вами говорим о серьезных вещах, поэтому мы действительно не говорим о стопроцентной эффекте. Такого, к сожалению, мы не можем достичь, наверное, ни при одном заболевании вообще, какого бы то ни было, кроме вирусной инфекции, мы не можем достичь стопроцентного излечения. Но мы должны говорить о длительном контроле над заболеванием. И вот об этом мы сейчас уже можем с достаточно большей долей уверенности говорить. Ну, здесь, как раз таки, наши клинические наблюдения, то у пациента с опухоли почки, мы видим, какой длительный эффект, может, здесь не очень хорошо видно издалека, но мы видим, какой длительный эффект достигается при использовании препаратов ЭД-группы. Если пациент начинает лечение, например, в 2016 году, в конце 2015 года, то вот лето 2018 года уже полный регресс образования на протяжении практически трёх лет, этот пациент находится и сейчас, у нас уже почти уже лето 2019 года, без признаков заболевания, то есть достигнутым полным регрессом, который обеспечивал собственную иммунную систему. Не что-то, не токсическое вещество, не какой-то такой повреждающий опухоли в клетке. Собственная иммунная система смогла справиться с изменениями, которые, с метафтазами в лёгких, которые были проявлением опухоли почки. Здесь тоже самое. Длительный эффект мы наблюдаем в этой ситуации. Более трёх лет, уже сейчас январь 2019 года, значительное уменьшение размеров образования, которое, в принципе, не мешает жить пациенту. Он работает, он абсолютно не имеет никаких признаков, симптомов заболевания. То есть это как раз-таки иммунная система обеспечивает полный контроль над этим процессом. И тоже, что необходимо помнить, что эффект может быть и довольно быстрый. Это уже не наше наблюдение клиническое, но мы в своей практике тоже это видели. Когда довольно быстро, на протяжении трёх месяцев выраженный регресс опухолевых изменений может быть и при работе иммунной системы. Здесь, как раз-таки, тоже необходима определённая исправительная терапия, опыт врача для того, чтобы мы понимаем, что опухолевая масса должна каким-то образом элиминироваться в организме, провести процесс выведения её, чтобы она не вызвала интоксикацию продуктами распада, чтобы не было гиперологической реакции стороны иммунной системы, то есть повышенной реакции стороны иммунной системы. То есть очень много механизмов здесь появляется новых, с которыми ни мы, ни наши пациенты раньше не сталкивались. Поэтому здесь, конечно же, необходимо, чтобы пациент был информирован о том, что происходит, и чтобы лечение происходило в учреждении, которое имеет определенный опыт в лечении данных пациентов. Тоже мы знаем, что, к сожалению, опухоли злокачественно часто поражает головной мозг, да, и это всегда отягощает течение заболевания, требует каких-то воздействий или лучевой терапии, или даже операции, потому что это действительно очень такое серьёзное проявление заболевания. Но иммунотерапия, к счастью, работает и при поражении головного мозга. То есть механизм действия организационной иммунной системы, это, наверное, нам нужно жить и узнавать даже о своём организме, о работе своих органов, тоже иммунной системы всё больше и больше, потому что это вот терра инкогнито, да, вот до сих пор, наверное, может быть, иммунологи знают чуть больше, чем мы, мы знаем, наверное, совсем мало, но даже нас до сих пор это удивляет, да, как так, как мы вновь позволяем собственным организмам бороться против процесса, и в том числе побеждать такие вот локализации опухоли, проявления опухоли, как поражение головного мозга. То есть то, что раньше требовало, ну, в общем, таких экстренных мероприятий или ещё чего-либо, здесь собственная иммунная система борется с такими проявлениями заболеваний. На самом деле это, конечно же, ну, очень и очень воодушевляет. Ну, и как раз то, о чём уже тоже Борис Сергеевич упоминал, что необходимо, чтобы не только врач владел этой информацией, да, потому что врач, может быть, он что-то знает, но он должен, например, донести до пациента максимально понятно, да, и пациент должен обладать достаточным объёмом, для того, чтобы он смог принять решение, да, согласен он или не согласен на такое-то вид лечения, чтобы он мог в процессе лечения тоже вовремя распознавать или другие проявления заболевания, да, чтобы он понимал, что с ним происходит. Потому что, ну, наверное, тот подход, когда врач что-то назначает, а пациент просто слепо исполняет, это уже подход несовременный, неправильный, неграмотный. То есть мы, на самом деле, с вами участники одного, да, одного процесса, и мы, вот, общаясь, доверяя друг другу, и самое главное, получая информацию друг от друга, мы участвуем в общем лечебном процессе, потому что как ещё иначе, да, то есть, вот, здесь, например, который мы часто приводим, это водитель и пассажир, да, или участники движения, которые едут в двух соседних автомобилях, да, вот, в принципе, должно быть так, да, то есть мы находимся на одной проезжей части, да, и мы должны двигаться к одной цели. При этом не врач везёт пациента, а здесь идёт совместная работа по врача и пациента по достижению, по восстановлению его здоровья. В принципе, только так, наверное, и можно это расценивать. Ну, вот, партнёрские отношения между врачом и пациентом, это, на самом деле, с нашей точки зрения, это, я думаю, бесспорно, да, это основа такого успеха нашего лечения. Ну, и вот тот раздел, о котором мы всё-таки должны обязательно говорить, это об осложнениях, потому что успехи – это хорошо, но, к сожалению, любой путь, да, к успеху, он очень тернист. И осложнения, которые могут быть, которые связаны с тем, что иммунная система может активироваться настолько, что она уже может бороться не только с опухолевыми клетками, которые в организме есть, но и собственными тканями, да, причём с любыми собственными органами тканей, любыми. И в мировой практике, и на нашем опыте, вот, чем больше мы занимаемся этими препаратами, тем более казуистические, скажем так, и даже осложнения мы можем видеть. Может иммунная система проявить вот эту изолированную атаку против мягких тканей языка, например, да, вот мы видели изолированное поражение языка, гласит, да, воспаление. Воспаление, уплотнение языка, пациенту сложно говорить, и, в принципе, это просто реакция со стороны иммунной системы вот на именно эту локализацию. Или есть реакция стороны, мы также видели, стороны органов зрения, да, явления конъюнктивита или ритоциклита и так далее. И, в принципе, мы... Почему важно, чтобы врач знал, что, к сожалению, любой органной системы, и пациент, чтобы знал, что могут быть поражены именно воздействием иммунной системы, чтобы пациент не побежал сразу к офтальмологу, который, может быть, не знает, что это такое, пропишет капли от явления, там, не знаю, сезонного конъюнктивита. На самом деле это как раз-таки вот осложнение иммунной терапии, которую мы проводим, и которую лечить нужно определенным способом. И, в принципе, те вот, то, что как раз перечислило осложнение, они как раз-таки также успешно были вылечены просто по стандартам лечения именно осложнений, связанных с такой гиператакой иммунной системы против собственных организмов. Какие органы страдают больше всего? Ну, в принципе, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, печень, эндокринная система, нервная система, дыхательная система. Но дальше список можно перечислять, потому что, на самом деле, уже появляются данные, к сожалению, о том, что может поражаться и миокард, сердечная мышца, да, и почки, и, ну, наверное, вот, нет такого сейчас органа, который, данные о поражении которого вот такой вот гиперактивной иммунной системы не появлялись бы. Поэтому насторожить должно быть мы все. Причем сроки появления этих отложений тоже могут быть самыми разными. Они могут быть и в ближайшее время после введения иммунного препарата, или через несколько лет даже. Описаны случаи через пять лет, после завершения даже терапии. То есть иммунная система, она, к сожалению, такая вот, мы в нее пытаемся вторгнуться, да, и мы, нам это удается, к счастью, но то, что, как она может реагировать на это, это тоже всегда вопрос, и мы всегда должны быть наготовить, а на чеку, что происходит. Ну, вот по чистоте, то, что я уже сказала, кишечник и кожа, это все-таки наиболее часто поражаемые органы. В принципе, при использовании препаратов, условно говоря, более ранних, раннего поколения, да, эпилиумаба, часто довольно высокая, примерно у каждого второго пациента могут быть реакции со стороны кожи и так далее. Более, препараты более позднего поколения, они, конечно, обладают меньшим проявлением токсичности, поскольку они действуют уже не на уровне имперлимфатического узла, где вот иммунная система как бы еще, ну, в самом начале своей активации, а уже на этапе взаимодействия иммунной клетки и опухоли. То есть, грубо говоря, ее точка приложения уже такая вот, ну, в конце вот этого реализации иммунного пути. И поэтому на другие органы ткани все-таки действие оказывается в меньшей степени. Ну, а здесь такой вот, в принципе, график, который тоже нам, как специалистам, очень давно уже известен. Примерные сроки появления осложнений, как правило, более ранние со стороны кожных покровов, более поздние со стороны печени, со стороны эндокринной системы. Очень часто это щитовидная железа может страдать, поэтому, как правило, не как правило, обязательно даже доктор, который проводит лечение этими препаратами, рекомендует и до начала терапии, и каждый месяц, в принципе, контроль гормонов щитовидной железы, осмотр эндокринолога для того, чтобы не пропустить вот эти вот осложнения. Потому что щитовидная железа, ее гиперфункция или гипофункция на фоне иммунотерапии, это, к сожалению, одно из основных проявлений осложнений. Но в любом случае, в любой непонятной ситуации нужно звонить срочно врачу. Поэтому, если вы что-то отметили непонятное, неприятное, впервые для вас, любые высыпные элементы, расстройство стула, все что угодно, какие-то другие проблемы, не заниматься самолечением, безусловно, не обращаться, может быть, даже за помощью к таким узким специалистам, которые связаны со своим врачом, и доктор уже вас сориентирует. Необходимо ли, нужно ли, нужно подключать дополнительных специалистов, или доктор сам назначит то лечение, которое, как правило, будет успешным в плане коллекции этих осложнений. Ну, и здесь тоже известен такой слайд о том, что чем больше опыт того или другого учреждения, тем меньше необходимости в госпитализации пациентов для лечения таких уже запущенных осложнений. То есть опытный коллектив специалистов, он вовремя проинформирует своих пациентов и вовремя прервет на самой ранней стадии развитие тех или других осложнений. И поэтому тяжелые осложнения, как правило, уже не развиваются, и поэтому госпитализирует пациента, чтобы бороться с ними, чтобы... Потому что многие осложнения могут даже угрозу для жизни представлять, да, если очень выраженное расстройство стула, да, диары или понос, они могут привести к обезвоживанию, к нарушению электролитного обмена, да, к нарушению работы сердца даже и так далее. То есть если, чтобы всего этого не было, нужно, чтобы как раз-таки на наиболее ранних стадиях пациент обратился, а врач прервал все эти осложнения назначением специальных лекарственных препаратов. Ну и поэтому, естественно, есть такие алгоритмы, когда мы подозреваем, что есть какое-то осложнение, любое, да, то есть перечислил или любые другие изменения, которые могут быть, необходимо исключить другую природу, потому что, ну, помимо того, что мы думаем всегда о развитии осложнений, у пациента, получающего данную группу препаратов, могут быть все равно и другие проявления, да, может быть он, пищевое отравление, которое привело к тому же расстройству стула, то здесь, как раз-таки, такой дифференциальный диагноз, то есть все-таки понять врачу, что происходит, тоже это, где он должен быть, и сбор анамнеза, то есть узнать у пациента, не было ли погрешности в диете, через какое время возникло это осложнение, как оно проявляется, это все нужно будет выяснить. И если мы исключаем другую природу, то есть у нас ничего нет такого, что позволило бы заподозрить вот связь не с нашим лечением, а с чем-то другим, то мы проводим уже специальное лечение. И если мы видим легкие проявления, то есть буквально в самой начальной стадии проявления, то мы можем, во-первых, отсрочить очередное введение препарата, или назначить, может быть, сначала препараты симптоматического плана, да, если вот совсем буквально минимальные легкие изменения, но под строгим контролем, да, то есть мы буквально контролируем пациента каждый, ну, несколько раз в день или на следующий день и так далее. То есть не один пациент, который у нас в центре предъявляет жалобы на те или другие проявления, он, как правило, приглашается на визит, на осмотр, то есть мы должны понять, что на самом деле происходит, а не только со слов пациента по телефону. И если даже не назначаем пока такого специфического серьезного лечения осложнений, если мы видим, что это минимально легкая стадия, то мы буквально на следующий день должны пациента или проконтактировать с ним по телефону, или еще лучше, если он снова появится у нас в центре, для того, чтобы мы поняли, что динамику и оценили ее именно самостоятельно, как врачи. И если все-таки проявления более серьезные, да, то мы назначаем лечение. И здесь лечение, оно, в принципе, общеизвестно, хотя до сих пор у некоторых даже специалистов-онкологов вызывает вопросы. Лечение кортикостероидами, это тоже, может быть, слышали группы препаратов, наверное, слышали. Препараты, которые используются при лечении многих заболеваний и, в первую очередь, при лечении аутоиммунных заболеваний. То есть механизм тот же самый. Они очень сильные иммуносупрессоры, то есть подавляют иммунную активность. И если мы видим, что иммунная система гиперактивна, мы назначаем препараты, чтобы ее активность подавить. К сожалению, других пока препаратов для... Ну, есть, конечно, группа и более... Другие механизмы иммуносупрессоров, они тоже есть, они тоже довольно серьезные. Вы, наверное, тоже знаете, трансплантология, если пересаживают почку, то многие пациенты принимают пожизненно иммуносупрессоры и так далее. Препараты этой группы тоже можно использовать в этой ситуации, но это уже, если очень-таки серьезные осложнения. Ну, а если тяжелые проявления, то мы пациентам, безусловно, рекомендуем госпитализацию, в общем, госпитализуем именно к нам, не просто куда-то, да, в любое отделение, где в город, да, где городские учреждения, где не имеют опыта или не знают, или просто не являются онкологами, поэтому не знают такие осложнения. Должны быть госпитализированы пациенты, конечно же, в онкологический центр, где проводится лечение этим препаратом, для того, чтобы уже использовать или более высокие дозы кортикостероидов, или уже использовать более такие вот серьезные иммуносупрессанты, ну, те, что используются, как раз таки, в трансплантации органов, например. И очень длительное лечение, как правило, то есть не меньше месяца, не меньше полутора месяцев нужно использовать кортикостероиды, чтобы они по-настоящему вызвали такое вот подавление активности иммунной системы. Как для ее запуска нужно время, так и для подавления ее активности тоже нужно время. Поэтому, на самом деле, лечение довольно длительное. Но проявления, на самом деле, они не, скажем так, не очень специфичны. То есть, например, если мы видим, что у пациента жидкий стул многократный, с примесью крови или слизи, боли в животе, повышение температуры, сам пациент может подумать, да и врач неопытный может решить, что да, ну, какое-то пищевое отравление или, да, какой-то энтероколит, может быть, там, какие-то вот непомытые яблоки пациент съел, да. Но, к сожалению, это проявление, как раз таки, агрессии иммунной системы в отношении здорового кишечника и проявляется вот такими неприятными вещами. И здесь, в этой ситуации, используются, как раз таки, обязательно высокие дозы кортикостероидов, причем обязательно, наверное, пациента будет гаспоризированным, потому что все, что связано с кишечником, это, безусловно, уже серьезные проявления и требует уже введения, наблюдения за пациентом в условиях отделения. Конечно же, то, что назначает врач, он назначает, а то, что и рекомендует изменение диеты, в принципе, безусловно, это щадящая диета, да, здесь довольно большую перечень продуктов, которые и запрещены, безусловно, чтобы не вызывать еще большую активность слизистых, повреждения слизистой оболочки кишечника, и те продукты, которые разрешены. Тоже это все зависит от степени тяжести проявлений, да, некоторые продукты можно, некоторые нельзя, в принципе, презентация, поскольку она доступна, и можно потом, если необходимо это все взять. Как правило, доктор, который проводит лечение, он снабжает пациента памяткой о том, как раз-таки, где указаны все основные проявления, которые могут быть при проведении данного лечения, и те основные моменты, на которые нужно внимание обратить, и те особенности диеты, которые проводятся при тех и других осложнениях. Вот, и, как мы сказали, при проблемах с кишечником соблюдаем диету, длительно принимаем препараты, кортикостероиды, да, причем то, что производится, проводится врачом в отделении, это, безусловно, врач сам контролирует процесс, и он знает, что пациент получил ту или другую дозу препарата, кортикостероидов, а выписывая пациента, или пациент, находящийся на болторном этапе, он должен понимать, что, если доктор написал, рекомендовал ему прием этих препаратов, кортикостероидов, он должен их принимать в нужной дозе, не забывая, не изменяя режим, и тем более не отказываясь от подъема от препарата, да, потому что, к сожалению, почему и важно информирование пациента, он должен понимать, что происходит, что у многих возникает вопрос, зачем я получил иммуностимулирующие препараты, зачем мне использовать иммуносапрессирующие, то есть подавляющие, не прервет ли это эффект, не будет ли, не скажется ли это на эффективность лечения. Ну, в принципе, уже по всем работам, которые проведены, уже доказано, что применение таких вот подавляющих иммунную систему препаратов, кортикостероидов, для лечения осложнений, оно не сказывается на эффекте, поэтому их нужно и для этого нужно принимать в нужных дозах и так далее, не боясь, что это уменьшит эффективность лечения. Это самое главное, потому что очень многих пациентов страх именно в том, что он потеряет возможную эффективность лечения, связи нет. И тем более есть даже данные, что само наличие осложнений, это как раз-таки проявление такой гиперактивности иммунной системы, это, в принципе, костный признак, что, скорее всего, у этого пациента будет реализован ответ, будет реализован эффект лечения, и, как правило, эффект будет более длительный. Поэтому осложнение, вот это та вещь, которая в чем-то она, скажем так, условно не очень правильно, но в чем-то она показывает для того, что иммунная система заработала, что, скорее всего, здесь будет реализация и противоопухолевого эффекта. Поэтому лечение осложнений – это не уменьшение эффективности лечения. Стороны кожи тоже самые различные осложнения. Как правило, это высыпные элементы, локализующиеся, в первую очередь, в подмышечных падинах, в подколенных ямках, в локтевых сгибах, ну и могут покрывать действительно и практически всю поверхность тела. Это, конечно, уже серьезно, потому что кожа – это по площади большой орган, через который происходит наш буквально контакт с окружающей средой. Если кожные покровы повреждены очень сильно, то, конечно же, попадает и инфицирование происходит и так далее. И воспаление кожных покровов – это просто, опять же, элемент выраженной интоксикации. Поэтому также у нас пациенты еще недавно, малоопытные пациенты, обращались уже на довольно запущенных стадиях этого процесса. Но, конечно, этого делать не нужно. Буквально на первых же проявлениях каких-то высыпных элементов нужно обязательно обращаться к врачу. Здесь тоже некоторые из пациентов – это наши пациенты. Вот видите, очень выраженное поражение практически всей поверхности кожи. Опять же, это не запоздалое обращение, это просто такое быстрое развитие осложнений. Но у этого пациента, к счастью, выраженный эффект, который длится уже более года. И практически полный агресс, в том числе и поражение головного мозга у этого пациента. Поэтому как раз-таки лечение осложнений было очень серьезным. С длительным приемом кортикостероидов и никак не сказалось на эффекте. Всего было одно введение иммунного препарата. Всего одно введение, которое запустило иммунную систему так, что она работает уже больше года, вызвало такие осложнения. Ну вот, это особенность наших препаратов, этой группы. Со стороны печени часто очень бессимптомные изменения. Почему, опять же, доктор всегда говорит, что очередное введение препарата только после анализа в крови. Не то, что доктору так хочется. Потому что, на самом деле, бессимптомно может быть реакция со стороны печени. Опять же, та же самая аутоиммунная реакция со стороны печени, которая может проявиться только в повышении уровня трансаминаз, печеночных ферментов или билирубина. И здесь поэтому необходимо перед каждым очередным введением сдавать биохимический анализ крови. Потому что, так же, наш клинический опыт, мы видим, какое в норме, мы знаем трансаминазу, если кто-то получает у нас химиотерапию или другие виды лечения, мы знаем, что трансаминаза, ну, максимально там 35 единиц, 50 единиц. У пациентки это 1500 единиц. То есть, в принципе, абсолютно бессимптомно, без жалоб. Это просто реакция, опять же, печени на, воздействие иммунной системы на печень. Конечно же, это основание для того, чтобы очередные введения не делать, чтобы назначить большие дозы кортикостероидов и так далее. Потому что здесь видно, что печень страдает очень сильно. Стороны эндокринной системы. То, что я уже говорила, это чаще всего щитовидная железа. Леже может быть гипофиз, который находится в головном мозге, да, в черепной коробке. Ну, это почечники. То есть, в принципе, все эти органы иммунной системы могут повреждаться. И симптомы повреждения, они очень такие неспецифические. Да, может быть просто слабость, может быть просто сухость кожи, может быть, наоборот, излишняя потливость, излишнее сердцебиение. То есть, вроде бы такие неспецифические симптомы, но они могут отражать как раз-таки воздействия неблагоприятные на иммунную систему. Здесь как раз-таки поражение гипофиза, так называемое, которое редко, но бывает, и тоже может проявляться вот такими нетипичными симптомами. Главное, более умеренные, да, у кого их не бывает, да. Но это может быть, опять же, уже проявление такой вот агрессии со стороны иммунной системы на собственные ткани уже центральной нервной системы. И как раз-таки необходимость в использовании тоже кортикостероидов, чтобы все это вовремя прервать. Сторонодыхательная система тоже очень серьезное осложнение, которое могут быть, так называемые, пульмониты или пневмониты. Когда легочная ткань становится отечной, инфильтрируется, когда происходит отек, так называемой, интерсоциальной ткани легкого, когда происходит из-за этого одышка, то есть нарушается процесс уже обмена газов, да, в ткани легких. И поэтому происходят вот такие вот проявления, может присоединяется инфекция на этот процесс. Поэтому, опять же, любые изменения стороны дыхательной системы также пациент должен обовремя озвучить. И более того, часть из них бывает и бессимптомными. То есть можно сделать, например, снимок, чтобы узнать, насколько препарат эффективен, да, как уменьшаются наши опухолевые изменения. И при этом увидеть такую картину, которая вот симптомов никаких нет. Есть признаки не только опухолевого поражения, может быть, даже уменьшающегося на фоне лечения, но плюс еще и проявления такого токсического действия на легочную ткань, которую, может быть, и никак себя клинически не проявлять. Опять же, в этой ситуации необходимо использовать высокие дозы кортикостероидов в течение месяца, полутора месяцев и, так сказать, своевременно бороться с этими осложнениями. Ну, как раз то, о чем я говорила, вот реакция стороны слизистых оболочек ротовой полости. Мелкие суставы кистей, например, тоже казиустические, но тоже отмечены, да, вот, как правило, такие крупные суставы мы ожидаем. Здесь буквально вот два-три сустава, которые опять же стали, регрессировали, и все симптомы ушли после использования кортикостероидов. Поэтому, как мы уже говорили, сроки появления могут быть различными, как очень быстрые, так и поздние, да, через несколько лет даже от начала лечения, и осложнения могут иметь такое вот рецидирующее или волнообразное течение. Как правило, в том случае, если не полностью проведен курс лечения всеми же кортикостероидами, если лечение там через неделю, через две прервано, или пациент прервал, или доктор по неопытности прекратил его, то, как правило, иммунная система вновь реактивируется, вновь становится активной и вновь проявляет, даже бывает с большей степенью, с большей степенью тяжести воздействует на тот же самый пораженный орган. Поэтому, конечно же, такое длительное течение, оно, длительное течение осложнения, оно должно быть обязательным. И действительно, при этом даже интервалы между введениями иммунных препаратов могут быть большими. И если мы посмотрим любые рекомендации, то до трёх месяцев можно сделать интервал, если мы видим длительное течение осложнений. Если нам нужно время, чтобы там в течение месяца, двух месяцев, чтобы полностью это осложнение от пространок кишечника или кожных покровов разрешилось, то ничего страшного, допустимо, абсолютно делать даже двух-трёхмесячные интервалы между очередными введениями препаратов. Потому что, на самом деле, значит, в этот момент в организме происходит иммунная реакция. Она происходит и в отношении этих органов, которые поражены нашим лечением, и в отношении опухоли. То есть здесь не то, что мы лечим осложнения и теряем время, многие пациенты говорят, а что мы делаем, мы же не вводим препараты. На самом деле иммунная система работает в этот момент. Она работает и против тех, и против тех, и против своих, и против чужих. Поэтому, на самом деле, здесь бояться не нужно вот этой вынужденной отстрочки, потому что нам нужна, значит, иммунная система пока ещё находится в таком слишком активном состоянии. Поэтому, конечно же, сами мы осложнения не лечим, не слишком сложны по своему происхождению и требуют специального лечения. Потому что лечение кортикостероидом тоже особый раздел. Потому что там есть и свои особенности в отношении определенных рисков уже приёма кортикостероидов. Мы не будем об этом говорить. Поэтому до этого должно быть, конечно же, не само лечение. Мы об этом даже не говорим. Это страшный сон любого врача и любого такого грамотного пациента. Это обязательно контакт с лечащим врачом и лечение такое вот совместное под наблюдением врача. И, разумеется, если говорит доктор, что необходимо госпитализировать, ни одному доктору не хочется лишнюю госпитализацию, да, но если доктор говорит, что нужно госпитализировать, значит, нужно это делать. Потому что, значит, дома эти осложнения, к сожалению, не вылечить. Потому что всё может быть очень и очень серьёзно. Лечение, конечно же, в специализированном учреждении, потому что мы с вами действительно знаем, что бывает, когда пациенты получают консультации других, странах даже и так далее, да, и ряд препаратов могут или привезти с собой, или услышать о чём-то. Так вот не нужно этого делать, потому что есть то, что уже изучено, то, что уже зарегистрировано, это знаем и мы, и это можем и мы рекомендовать, и это можем и мы сделать. А вот лечиться у неспециалистов, это, конечно же, наверное, самая большая проблема, которая может быть. Потому что не потому что мы ретрограды, не потому что мы такие ценим только своё или своё учреждение или что-то такое, просто, как правило, это заканчивается в неопытных руках. Любой самый хороший или самый дорогой, или самый замечательный, или самый современный препарат, к сожалению, может оказаться просто вредом, негативным фактором для пациента. Контроль состояния пациента, инструктаж пациента, да, поэтому то, что мы говорим сейчас, мы стараемся, ну, может быть, не так долго, как я сейчас, но, в принципе, максимально донести наших пациентов. Но информация, конечно, должна быть. То есть неопытного пациента не должно быть в данном виде лечения, раннее выявление осложнений и своевременно адекватная помощь. Ну, вот те памятки, о которых я говорила, в принципе, они для многих пациентов, они действительно есть. Обязательно контакт с врачом. Ну, и, в принципе, это всё приводит, как правило, приводит к успеху и в лечении осложнений, и, самое главное, в лечении наших заболеваний, с которыми мы вместе с вами боремся. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...